Вот видим, вот красивая висит. Ну все, мы за нее будем голосовать. За кого голосовать? Большинство барнаульцев, пришедших на выборы в заключительный день, разводили руками. Дошедших до избирательных участков в целом было немного. Представители политических объединений признают, люди стали более требовательными. Знаете, низкая явка, на мой взгляд, то есть я же видел кандидатов от всех партий. Я не могу сказать, что это все узнаваемые люди. То есть достаточно большой список людей. Люди, они не представляют, кто это. И они, я считаю, не готовы пойти поддержать их поэтому. Сейчас в обещания не очень верят. Меньше спрашивают, что вы сделаете. Скорее, что уже вами проделано. В Барнауле выборы проходили в течение трех дней. Самым популярным для жителей все равно остается единый день голосования – воскресенье. Обычно самые дисциплинированные и, как правило, это пожилые приходят с утра. Видимо, к десяти часам весь поток желающих, а дай свой голос, закончился. Найти тех, с кем можно пообщаться, было даже затруднительно. Эта женщина сама работала в администрации, так что на выборы ходит всегда. В голове держит список проблем, решения которых ждет. Ну, почему у нас такой транспорт? Почему в России считается, что если в «Газели» нет пустых бутылок в салоне, нет бумаг, значит, это чисто. Чисто – это когда чисто. Спасибо. Сегодня в Алтайском крае проходят очень широкие выборы. И, наверное, этим мы отличаемся почти от всех регионов Российской Федерации. Очень важно сформировать те органы власти, представительные власти, коллегиальные органы власти, которые основной своей деятельностью, у которых является законодательная деятельность, принятие законов, дальше которыми начинает уже заниматься исполнением которых исполнительная власть, а оценивать нарушение или не нарушение законов судебная власть и так далее, и так далее. Все наши ветви власти таким образом вовлечены в процесс или формируют процесс управления государством. Голосовать нужно. Об этом жителям все больше и больше напоминают сами избираемые, готовые представлять жители в органах власти. Эти муниципальные выборы в Алтайском крае – одни из самых масштабных в стране. Но главное внимание, конечно, было приковано к Барнаульской городской думе, как самому крупному представительному органу этой компании. От депутатов, которых мы изберем, на самом деле зависит очень многое, поскольку именно Барнаульская городская дума, среди прочих, устанавливает местные налоги муниципальные, утверждает генеральный план, правила благоустройства и на минуточку вопрос о том, вернутся ли всенародные выборы мэра Барнаула или нет. Большая политика – это очень хорошо и интересно, да, ей интересоваться, но вот именно органы местные, мне кажется, не менее важную роль играют. Все вопросы, дороги, я не знаю, детские сады, места в школах, та территория, которая вокруг себя и где мы можем гулять, проводить свободное время – это все, на самом деле, по многому под видением местных органов власти. Я на выборах, потому что хочу, чтобы что-то изменилось. Город свой надо любить, и надо, чтобы город был чистый, а не свинарник, извиняюсь. И хотя потоков избирателей на участке не было и представители комиссии чаще всего скучали, политики уверены – выборы состоялись. Конкурентная борьба живая, порой острая. Вы знаете, что очень большое количество кандидатов самого разного уровня, в том числе и в городе Барнауле, поэтому результаты будут интересные. Давайте будем ждать. По предварительным данным, активнее всего голосовали жители Родинского, Завьяловского и Хабарского районов. Явка там составила от 40 до 61% избирателей, а вот низкая активность замечена в Бийске, Новоалтайске и Краевой столице. Там проценты едва перевалили за 10. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.